Ну вот, так что напомните мне какая-то мысль была, как левая идеология проникает в сердца людей в Западной Америке. Да, во-первых, это… В Америке вообще это очень сложно сейчас. Ну, во-первых, я просто читал, там, вам имя Безменный ничего не говорит? Какое? Безменный. Безменный? Безменный, да. Напомните. Будет говорить. Это в свое время. Так, во-первых, давайте я тогда отключу этот самый сейчас. Да, да. Я отключу тогда телефон. Ну да. А, он до сих пор вкрыл. Да, да. Вот, он совершенно ни к чему. Вот. Юрий, это в свое время, он бежал где-то… Бежал из КГБ. А, ну да. Есть такое… Все время рассказывает о их методах, как они… Да. Но самое, что интересное, то есть, что он сказал, что, в общем-то, там, скажем так, 85% всех расходов шло именно на всякого рода организацию, на подрывную пропаганду и прочие вещи. Только 15% на классические вот шпионские игры. То есть, у нас обычно представление, что в основном они занимались вот этим самым чистым шпионажем. Ну, это, в общем-то, не так. Шпионаж, я говорю, только 15%. Вот. Ну, как-то смогли завоевать умы. Вот. А это значит… Это второй вопрос. Как смогли завоевать умы. Во-первых, говорили… А что еще открытый вопрос? Это они ли завоевали умы такими, как супермены, или все-таки это какие-то процессы в западном обществе происходили, которые сдвинули умы сами по себе, а Советский Союз немножко к этому добавлял? Да, он подтолкнул. Да, я считаю, что вот это второе. Ну, да. Вот. Вот что сдвигало умы… Да, вот. Кстати, если что пошло, вот это самое окончательно, вот что произошло… Что произошло как раз… Вот именно развал Советского Союза, в общем-то, послужил очень негативную службу Америки. Очень негативную, с моей точки зрения. Да, что нет врага, да? Нет врага… И не против кого консолидироваться. Да, не против… На самом деле это, конечно, смешно звучит. Это, конечно, так смешно звучит. Ну, да. Но это реально. То есть, в общем-то, в этом отношении, когда сказали, что, значит, Советского Союза – это большая трагедия, это действительно большая трагедия, поскольку трагедия оказалась для Запада. Очень сильная. Что касается… Ну, интеллигенции – это, в общем-то, это самое, что это… Она всегда себя вела вот именно таким образом. Она приобрела большее влияние, может быть. Ну… Она… Ну, скажем так, отличие… Вот… Она и в Европе была… Имела большое влияние все-таки все эти революции… В Европе… На заре 20-го века… Это тоже была интеллигенция в большей степени, да? Очень большой… Да. Это в основном была интеллигенция. И в России, и в Германии где-нибудь. И да, и все. Единственное, что отличие на самой интеллигенции всегда влияло примерно одинаково, но, скажем, в Америке, в какой-то степени Англии, она никогда не имела большого веса. Ага. Вот в этом отличие. Вовсе не в том, что у них другие идеи. Почему… Почему их вес был меньше? В общем, совершенно другие традиции. Скажем так, в Европе интеллигенция… Ну, вот я могу привести, например, на примере Франции. Можно потом привести, что произошло в Германии и так далее. Ну, и, кстати, в России, в общем, тоже интеллигенция примерно в том же направлении все было. Это не нужно считать. А во Франции они заняли ту позицию, которую раньше занимало духовенство. Правильно. Я согласен с тобой. Потому что художественная литература в какой-то смысле заняла роль церковной литературы. Вот. И только это там, в общем-то, сдвигает. Проблема идет не к французской революции, великой французской революции конца XVIII века. А на самом деле процессы были, они произошли примерно через сто лет после этого. Да. Интересно, что… Вот. Потому что… Франция после как раз церковной революции… Это ближе к второй половине XIX века, вы видите? Да. Даже… После… Не события 1948 года, а еще… Нет, не события 1948 года, а, в общем, начало Третьей республики. Потому что там в тот момент было, грубо говоря, две тенденции. Одна… Ну, очень… Опять-таки, очень грубо. Монархическая, опирающаяся на традиционную Францию. Монархическая, католическая и так далее. Которое, в общем-то… Это очень сильное движение. И вторая – вот эти вот республиканцы. Республиканцы видели в том движении, в частности, в католической церкви, очень сильного противника, основного, с которым нужно бороться. Надо забывать, что такая вещь вот там произошла… Вот это событие, связанное с… Ну, одновременно франко-прусская война и Ватиканский собор первый. Это примерно 1869-70-71 годы. В то время во Франции, ну, вот до этого, на Второй империи, на которой был Наполеон III, он опирался на католическую церковь. Именно французские войска, кстати, стояли в Риме и не дали, не дали тогда Горебальте захватить Рим. Поэтому, когда было там объединение в 60-е годы. Ну, после разгрома франко-прусской войне, войска были отозваны. Значит, итальянские войска, советское королевство, пьемонт, они вошли в Рим. Папа объявил себя узником Ватикана и было поставлено, в общем-то, на… тогда был принят догмат о непогрешимости Папы, и вообще католическая церковь тогда стала на путь реакции очень сильным. Именно в силу того, что она лишилась уже всякого рода территориальных владений. Те республиканцы, которые объявили в Третьей Республике, они, в общем-то, было решение в тот момент, так сказать, пойти и, скажем так, подорвать позиции католической церкви, в общем-то, для массы населения. Надо бывает, что во Франции большинство населений жили в деревнях. В деревнях, скажем так, было два центра, в общем, которые представляли собой, в общем, образованные – это священник и учитель. Руки, скажем так, провисто в этом плане, ее идеи должны были произойти через учителей. И вот тогда и произошел вот этот переход отхода от религии, восстановление интеллигенции как антирелигиозной силой, как грубые властители и думы и прочее, и тогда это произошло. Это вот конец, последний, скажем так, четверть XIX и начало XX века. То есть окончательно там было принято, в общем, решительные меры. Переход образования от католической церкви – это было в 1905 году сделано. Ну вот это вкратце просто-напросто, что произошло во Франции. То есть это вовсе не Великая французская революция, которая современна совершенно других. Она как бы провозгласила атеистические идеи, но они какой-то узкий круг только. Ну, дело в том, что нет, там немножко не так. То есть во второй половине XVIII века, в общем-то, атеистические идеи как раз господствовали, особенно на континенте. То есть если брать, среди элиты, среди дворянства, для этого, в общем-то, это считалось просто как-то неприличным, очень это самое, быть верующим. Ну да. Но среди основной массы народа еще далеко не так. Массы народа – да. Но не надо забывать, что… Столь лет, чтобы масса народа сбегаться дальше. Вот. Не надо забывать, что значительная часть духовенства, в общем, они тоже были неверующими. Именно высшее духовенство. Ну, это сложно, это… Давайте так, я вам сейчас немножко расскажу. Отделите… Дело в том, что они сами отделились. Дело в том, что я объясню, там ситуация была такая, что было вот верхние слои, то есть на уровне епископа, архиепископы, далее, я уже не говорю про кардиналов и так далее, это были почти исключительно аристократии. А вот в Кюре, в деревнях, это были почти исключительно, это были выходцы из крестьян. Но, опять-таки, повторяю, у них не было. Ну, то есть, типичные это в этом плане, в плане первых, это были, скажем, тоже Толеран, который был епископом, это министр отдела Наполеона, это Фуше, который был министром полиции, это тоже бывший епископ. И, кстати, аббат Сиес, который писал декорацию прав человека-гражданина, откуда вообще пошел, что народ это все. Дело в том, что там, ну, просто по баштам, можно сказать следующее. Управление католической церкви было следующее. Они получали десятину, как бы 10% от всех общей стоимости, это налог. Но получали это на уровне диоцезов, то есть, диоцез епископ, диоцез. А распределяли потом уже фиксированные доходы вот этим самым Кюре. Ну, и просто цифры там были такие. Если тот же вот Толеран, когда впоследствии он получил должность еще управления церковных имуществ и так далее, у него доход был 50 тысяч ливров. Кюре вот в этом самом, вот на северо-востоке Франции, в районе, ну, не в Париже, чуть выше, они получали 300 ливров. Примерно на уровне вот чернорабочего в Париже. Ну, понимаете, разница видна, да? Вот. Кто куда попадет, называли лотерея внутри лотереи. Кто как это самое, кто когда пустит. И это, кстати, одна из причин, почему во время, когда было создано национальное собрание, депутация от духовенства принес третьему сословию большинство. И почему они страшны? И вот ненависть к аристократии, это была именно не среди буржуазии. Поскольку как раз среди буржуазии было довольно легко. То есть, если у тебя есть деньги, ты мог купить там должность, понимаете, королевского секретаря и тоже становился дворянином. А вот именно среди духовенств была сильнейшая ненависть именно к аристократии, которые как бы монополизировали все верхние должности. Нижнее духовенство обеднело, да? Трудно сказать обеднело, по крайней мере, по сравнению. Цифры я сравнивал с сравнительными. Нижнее духовенство обеднело. Это же свыкается с теми темами, которые мы с вами раньше обсуждали, что колебание количества населения на ограниченной территории, а страна зажата и не убедуется проводить экспансию, то народ беднеет. Ну, в таком не расширяющем, в докапиталистическом производстве, скажем так. Ну, да. Ну, да. Капиталистическом там как-то иначе. И, видимо, народ беднел в ту эпоху, а? Да. Нет, там народ не беднел. И народ беднел, и государство беднело. Нет, нет. В целом государство развивалось тогда. То есть, в целом она была богаче. Но было очень сильное рассвоение. Была очень сильная конкуренция на этих самых, за места. Ну, конкуренция, она и говорит о том, что те, кто внизу жили плохо, да? Это не совсем самый низ. Вот кто... Я специально посмотрел на самом деле, а кто вообще составлял по происхождению, кто вообще-то были все участники революции, кто были наполеоновские маршалы. Я был поражен, что там в основном это были адвокаты. Может, их доходы снизились? Вот. Нет, вы не представляете, где-то не меньше половины наполеоновских маршалов были сами адвокаты или выходцы из семьи адвокатов. Половина. Я не говорил про Робеспьера, про всех. Это все были оттуда. Но я все-таки к массе, нижняя масса населения. Мы знаем, что ее уровень жизни материальный, он претерпевал колебания, да? Он претерпевал колебания. Когда население начинало расти и в условиях отсутствия экспансии, то в стране, где большая часть все-таки еще были крестьяне, да? И через сто лет большую часть были крестьяне. Ну да, да. В стране это неизбежно. Народ беднеет, потому что ему приходится кормить больше людей с одной и той же территорией. Там произошло не это. Там произошел рост населения. С одной стороны, это было сильное давление на уровень жизни. А с другой стороны, резко возросло, так сказать, элита. В какие годы? Еще раз. В какие годы? В 18 век. Особенно во второй половине 18 века. Вот. То есть, население обеднело ко второй половине 18 века. Ну, опять-таки, не в буквальном смысле. Но вы говорили о 19 веке, а сейчас вернулись к 18. Нет, мы просто говорили про французскую революцию. Почему там было? Что именно тогда произошло? А, что на колонии французской революции так и был рост населения, и люди массы обеднели. Ну, массы идут на революции, когда они хуже живут, когда хорошо живут, реже. На самом деле, несколько моментов. Обычно массы сами по себе мало что могут сделать, если их не возглавляет определенная элита. Ну, да. Вы не сказали, но, правда, это... По тем или иным причинам, которые не дали, в общем-то, место под солнцем. Да, потому что те, кто не попадал в верхнюю элиту, они были обречены на бедное существование относительно. Ну, скажем так, не бедное, но достаточно это самое. Скудное. Незавидное, скажем так. И, скажем, возможно, более скудное, чем в предыдущие годы. Вот. Их уровень мог идти вниз. Обычно люди на динамику смотрят. Они смотрят на динамику, они не на абсолютно... Абсолютно динамика положительная или отрицательная. Вот. Потом там было еще несколько моментов, это самое, связанное с армией. Потому что... Ну, то, что мне рассказывали, что там чины нельзя было так просто получить, да? Да. Да. Там... Там произошло... В армии произошло следующее. Что аристократы свою прослойку чинов стали, как говорится, расширять. Ну, да. Потому что... Да. Потому что аристократы, да, они в декрет тысячи... Многое разжали... Что аристократы, начиная от капитана и выше, это только для аристократии. Это вы рассказывали. Даже от лейтенанта, да. Я помню. Напомните еще раз, о каком периоде это... Это вторая половина восемнадцатого века. Вот. Значит, все-таки мы пришли к этому все-таки... Марксизм это... Марксистский взгляд на истории это сильная вещь. И там был еще один... Население беднело. Франция была зажата фиксированной территорией. Видно, экспансионистские войны ей не очень удавались. Ну, на самом деле, она как раз удалась. Потому что Америка стала независимой союзницей Франции, Союзные Штаты. Это же как бы они... Эту войну они как раз выиграли. Вот эту вот. Войну за независимость. Но там... Я не знаю, было ли там значительное французское население. Я имею в виду, когда в стране растет население, ему надо ареал обитания. Да. Ему не было этого ареала. Вот французы не смогли на Америку расширить. Там я не знаю. Нет, они не смогли. Но в этом отношении были проблемы. Подождите, Африку они в другую эпоху заселяли? Африка 19 век. Ну, все. Значит, в 18 веке они были зажаты территорией, выросло население. Неизбежно, по законам арифметики, люди будут жить с худней, если не происходила какая-то суперреволюция в сельском хозяйстве. Видно, она еще не происходила. Она не происходила. И в промышленности еще тоже не происходило. Ну, все. Вот мы нашли материальные предпосылки в Великой Французской революции. Кстати, Французская революция часто отнюдь не буржуазия, связанная с новейшими производствами. Тогда новейшие производства – это были металлы и текстиль. А как раз вот эти самые, кто его, то есть торговцы, адвокаты и так далее, мелкие лавочники. Понятно, что если население беднее, то и у этих всех им тоже труднее. Кто вот участвовал в Бастилии, самая крупная группа – это были кабачики, владельцы кабаков вокруг. Ну, правильно. Но они все стали беднее. Понятно, что все стали беднее, владельцы кабаков тоже. Когда население беднеет, они в кабаках намного меньше тратят. Там даже более быстрый спад идет. Допустим, если у людей станет на 10% меньше доход, то в кабаках, может быть, они уже в два раза меньше будут оставлять денег. Хотя нет. Ну да. Несмотря на то, что людей больше, короче говоря, понятно. Ну еще там был один специалистический. Ну ладно, мы далеко ушли от того, почему социалистические идеи, когда они становятся… Почему социалистические идеи, это почему они привлекают интеллигенцию, это абсолютно понятно. Первые социалистические идеи – это зарождение марксизма и парижская коммуна, да? Ну, почему? На самом деле почему? Это еще раньше. Не, ну такие жизненные. До этого утописты были, но это не было… До этого это почему? Там это были не утописты, то есть были те, кто пытались организовать. И почему привлекают интеллигенцию, совершенно понятно. Потому что они считали, что они должны правильно, организованно, рационально, они же все знают, все понимают, организовывать общество. Это же совершенно естественное человеческое… Еще раз, кто я… Интеллигенция, интеллигенция. Но вы имеете в виду идеологи предтечи французской революции, там Жаржак Руссо, там Больтер, да? Или… Они… Нет. Это в отношении, кстати, очень любопытно. Значит, кто это были, вот почему это так произошло, то есть… На самом деле почитал по поводу вот этих, скажем так, вот этих просветителей, эпоха просвещения. Тот же Вольтер, тот же Дидро. Вы знаете, где они это самое… Вот меня интересовала одна вещь, которая, кстати, связана с нашей темой. Где они получили образование? Ну, рассказывай. Так вот. И Вольтер, и Дидро, они учились в ежевицких школах. Каких? А, ежевицких. Да. Что… Я дальше немножко посмотрел, что там вообще это самое, как там были они организованы. А ежевиты были такими, человеколюбивыми. Вы рассказывали, что они даже этих индейцев или кого-то… Да, да, да. Они были человеколюбивыми, но подход у ежевитов был следующий. То есть, там… У них был… Кстати, они очень сильно развили… То есть, это было связано с первоначальными. Это сам, кто был одним из первых ежевитов. Это были… Были там мараны в свое время. Ага. Вот. Вот. Вот, откуда все идет. Я понял. Вот. Первые… То есть, первый был Игнатий Лайола. Паский дворянин. А два его последующих… Его помощника и два последующих генерала ордена – это были мараны. Там были… Они развили принцип классического разбора текстов. Ну, это понятно, да? Откуда это пошло. И что они дальше показывали? Что человек, если он может… У него какие-то идеи, то, грубо говоря, дальше показывают, что это надо сказать, что он ничего не знает, не понимает. То есть, он этих идей не может… Что сам по себе он не может признать это. Потому что был развит на этой основе казуистика. Что такое казуистика реально? Это казуистика от слова казус. То есть, есть общее правило, но есть такие-то, такие-то случаи, и как с ними быть. Ну, есть правило, скажем, не убивай. Да? Не убей. Но вот есть такие вот случаи, что вот надо сказать, что нужно убивать. И дальше они подходили с этим подходом, они подходили к любому утверждению. То есть, можно ли… В любой системе они могли найти слабое место. Да, любое утверждение, дальше найти к этому исключение и дальше показывать, что вообще все эти правила не действуют. То же самое можно сказать, не лги, а бывают случаи, что… Это для преодоления… Да. Это внутри интуитов развилось, да? Да, да, да. Это внутри интуитов, да. Дальше это было… Почему дальше они сделали принцип называемый… Если ты не считаешь, что это правда… Тем не менее, ты можешь так сказать, поскольку ты не считал, что это правда. Ну, и так далее. Там очень много разных родов приемов у них было. Но вы, как говорится, это родственная тема, она немножко другая. Вы к социальным идеям. Я сейчас… Одну минуту, одну минуту, я еще не дошел. Да. Я потом скажу про первых… Дело в том, что эти идеи потом они закостенели, потому что где-то в конце XVI века все лица еврейского происхождения были исключены из этого ордена. И это было отменено только в 1946 году. Интересно. То есть, они проследили родословные у всех, да? Они следили родословные, кстати. А даже если смешанные… Или там они, наверное… Да, да, да. Не важно, смешанные будут абсолютно чистые. Хорошо. Так когда социальные идеи? Так вот, дальше, значит, что произошло? Дальше они говорили, что… Да, ты ничего не… Значит, но если ты не знаешь ничего, не можешь ничего утверждать, то есть, если все твои правила ты не можешь на основе, допустим, Библии делать какие… Значит, что нужно делать? Нужно подчиниться матери церкви, которая знает, как и что делать. Ну, хорошо. Вы до социальных идей очень долго чувствуете. А дальше… А дальше произошло следующее. Примерно в районе 1760 года, плюс-минус 2-3 года. То есть, началось в 1758 году и закончилось в 1773 году. И языческий орден был запрещен. Ну, вы это говорили. Это связи с конфликтом в Америке отчасти. Да, да, да. Началось связи с конфликтом в Америке. Но… А теперь представьте себе, что вот человек, которого обучили, что все, что он… Все правила, которые он может, так сказать, традиционно взять, традиционные морали, управляющиеся на Библии, они мало что значат. И вот на этот момент останавливается все его образование. Что происходит? Ну, хорошо. То есть, они становятся бунтарями. Они становятся бунтарями. Вот тогда, кстати, примерно… Вот очень любопытно, я прочитал, что, оказывается, вот Бугенвиль, вот такой остров до сих пор в Тихом океане, его честь назван, это французский путешественник, он как раз побывал в Таити и, значит, написал о том, что, в общем-то, что там вот на Таити там все живут естественно, там никакое это самое, что там полная свобода нравов и так далее, и никаких проблем ни у кого нету, и все счастливы. И вот надо понимать, что именно тогда вот это было, по-моему, в 60-е годы 18 века. Да, с этим идеей он там пришел, написал книгу. И, в общем-то, именно тогда и пошел вот этот самый «Свобода нравов». Почему? Потому что вот когда перед этим убрали вот этот вот самый вот этот базис, а потом вот на это место пришли вот эти вот самые идеи. Вы знаете, это можно, опять-таки это, по-моему, Честертон сказал, что если человек предстает верить в Бога, он предстает верить в все, что угодно. Ну вот это просто как иллюстрация. То есть юзуиты, которых лишили возможности жить нормально, стали… Точнее, выпускники этих колледжей, а где там воспитывалось значительно часть на аристократии. Сейчас, секундочку. Что случилось? Google, Google. Там училась значительно часть аристократии. Ага. Вот. Почему аристократия стала вот тогда это, так сказать, апостолом не вот всех этих… Они от бывших юзуитов. Или они же и были? Я не понял, что бывшие… Они, так сказать, выпускники, которые не до… это самое, не доучились. А, они принадлежали аристократии, да? Значительная часть была аристократия. И потом… Кстати, другая группа, которая была, это так называемые артарианцы. Это идеи, связанные… Ну, вот, как называли тогда модные… Ну, скажем так, либеральные идеи. Это были шли от янсенистов, от прогресса. В общем-то, там это… Монтескье был, принадлежал. Тот же, кстати, Фуше и так далее. Это тоже они выпускники вот этих самых… Их воспитывали монахи. Ну, это либеральная идея. Это либеральная идея. Либеральные и социалистические. На самом деле они… И социалистические, извиняюсь. А кто был… Они сильно разделялись. То есть Жан Руссо, оно как бы идет вместе, да? Нет. Жан Руссо и так далее. Жан Руссо тоже получил свое образование, по-моему, от этих самых… Вот. В свое время он вообще из протестантской Женевы, но он потом бежал оттуда. Он потом превратил в одну католическую даму, он обратился. Он потом тоже… Что такое было связано с… Опять-таки получил образование от монахов в этом плане. Эти идеи о всеобщей районе, о том, что нужно управлять сверху, социалистическое, о всеобщей воле и так далее, они в значительной степени кренятся в этом самом… Традиции, связанные с… Так сказать, искаженной традицией на сверху католической церкви. То есть, подождите, хотя мы французскую революцию называем буржуазной в советских учениях… Это мы называем буржуазной. На самом деле идеи социалистические там звучали сильно, да? Очень сильно. Очень сильно. И потом… Они после самой революции не стали воплощаться. Никто не… То есть, конфисковали феодальную собственность, наверное, да? Да. Частную собственность обычных владельцев. Конфисковали в первую очередь… Конфискация… Конфискация земли, да? У церкви. Да. А против частной собственности никто не… Ну, как бы в начале была… Были довольно сильные… Земля крестьянам. Земля крестьянам, а завода вещей не было, поэтому заводы и рабочие вещей никто не говорил. Вот. Земля, на самом деле, досталась не крестьянам, а досталась в значительной степени этим самым буржуазм, спекулянтам, если очень во многом. Очень многих состояний… Что значит спекулянтам? Подождите. В первую очередь, кому она пошла? Спекулянты, они ее могли уже перепродавать. Это… Которую отняли там… Отняли, в основном, как называли, у тех врагов народа, которые… И она осталась в собственности государства, она стала ее продавать. Как там произвели земельную реформу? Произошло следующее. То есть те, кто… Те, кто эмигранты, бежали. Их объявили, что вы, так сказать, что это враги народа, и, соответственно, все ваши… У них отняли. Я… Мой вопрос, наверное, слышу. Отняли. Кому оно перешло, отнятое? А, перешло тем, кто… Тем в данном случае, кто мог купить тогда. Подождите. Давайте я так… Я могу сказать, как это было? Я должен промежуточную фразу сказать, она порядок сделает. Перешло государству. Да. О, а государство уже распродавало там на аукционах, там, как угодно. Правильно я понимаю? Да, 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 на вопрос, кто это был? Государство? Нет. Кто был, кто сам покупал. Это другое дело. Понятно, что покупали те, у кого были средства. Да. И те, кто на этом… И поскольку тогда была совершенно бешеная инфляция, ассигнаты, которые выпускали, непокрытые, а точнее покрытие были как раз и составляли вот это имущество церкви. То, понятно, на этом деле очень многие смогли сколотить большие состояния. Ну, я имею в виду, что досталось это чуть не крестьянам. Понятно. И какая была судьба крестьянства? Потому что это основное население страны все-таки. Судьба крестьян была следующей. То есть, после того, как через какое-то время был введен Наполеоновский кодекс, по-моему, 1804 год, согласно которому все имущество должно было делиться поровнем между всеми наследниками. Крестьяне начали ограничивать количество детей в семье, так, чтобы не дробить. И в итоге Франция… Я не могу. Была феодальная земля. Она не совсем феодальная была. Составляла ли, прежде всего, она большую… То, что отняли у феодаловой церкви? Составляла ли это большую массу? Или крестьянские на дело уже тогда были основной массой земли? Уже крестьянские дел были основной массой. То есть, у крестьян их земля просто осталась? Да. А, ну, понятно. То есть, больших перемен не было, потому что мы в советских учебниках учили, что у феодалов была основная масса земли. Нет, это время давно уже прошло. Подождите, но мы еще даже, когда обсуждали Голландию с вами, мы говорили, что это было исключение из правила. А в Европе земля-таки, да, находилась в собственности феодалов. Смотрите, во Франции уже не находилось, большинство не находилось в собственности феодалов. Потом не надо забывать, что такое собственность. Это означало, что они сдавали ее в аренду. Правильно. Так что, после революции эти наделы остались крестьянам безвозмездно? То есть, были конфискованы в пользу крестьян? Нет, поскольку они что-то, конечно, не получили, но в массе своей, грубо говоря, сменились владельцы. А, то есть, крестьяне стали арендовать у новых владельцев? Да. Значит, крестьяне не владели своей землей. Ну, то есть, частично владели. Я вас все время на каком-то противоречии. А, понятно. В какой степени? Частично у них была своя, частично они должны были это сам арендовать. И так, и так было. Ну, хорошо, ладно. Вот. Что она со французской революцией, да, сняла? Это, причем, с самого начала, в первые дни, там всевозможные феодальные обязательства. То есть, типа, должны были там… Работать на феодальной земле, да? Ну… Барщины… Не-не-не, даже не работать. А всякого рода неприятные вещи, типа, там, охранять голубей, там, дорожные работы, ну, и так далее, и так далее. Это барщина называется. Ну, да, да. Она в хозяйстве феодала. Я помню. Вот. Вот. То есть, это… Ну, вот, если… Если брать в… Если брать тогда, что, ну, что именно, что именно поменялось, вот, во французской деревне и так далее, на самом деле, как ни странно, очень мало что. Вот. Вот. Они по-прежнему, это самое… По-прежнему отставали от Англии. По-прежнему там нельзя было в силу… В силу того, что там были довольно-таки сильные общины. Там нельзя было производить, грубо говоря, укропнение имений. И, в общем-то, она сильно-сильно отставала от, допустим, английского сельского хозяйства. То есть, было общинное право на землю, как в России? Было очень… Конечно, не до такой степени, как в России. То есть… Нет, нет. Конкретный вопрос. В России была система, что крестьянин не мог выйти из общины и продать свой участок земли. Да. Такого не было. Там, конечно, были… Нет, это же есть проблема при препятствии укропнения. Если крестьяне могут продавать, то какой-то хороший делец, который хочет большое хозяйство, он просто идет и предлагает им хорошие деньги. Они ему продают. Если только нет общественных ограничений на эту продажу. Были там и общественные ограничения. То есть, тоже довольно по-личному. Не такие, как в России, но все-таки это самое, были. Понятно. Ну, хорошо. Эта тема известна. То есть, они не смогли это самое. Вы, кстати, знаете, можно почитать хорошее это самое. По-моему, даже у Бальзака есть вот именно роман, по-моему, «Земля» так и называется. Ну, вот как это там они… как было. Это крайне консервативное. Единственное, хочу поделиться, уже скоро, наверное, мне надо будет. Когда были первые коммунары на Украине? Одни из первых коммунаров были в моей родной Венецкой области, оказывается. Да? Да. Знаете, когда? Еще где-то в конце 1500-х годов, в начале 1600-х. Да. Там была деревня под Немировым, и основатель еврейской семьи, ну или ряда семей, они вели хозяйство, у них была общая касса, и там довольно разрослось. Там было уже порядка семидесяти семей. Они были связаны родственными… Связями, да. Да. Незадолго до… ну, за какое-то время до трагедии, связанных с Миницким, они перебрались в Немиров, потому что они уже переросли. Но там было три поколения людей, которые обрабатывали землю и имели общественную кассу на целое село. Вот. А Парижская коммуна, я даже не знаю, что они конфисковали. Какой там коммунизм? Они такие… до конца они там не конфисковали. Или что они коммунистическое хотели делать? У них были… Дело в том, что, в основном, как-то довольно любопытно писали, те, кто с ним воевали, в Версальце, и те, кто против них строили баррикады, они происходили одних из тех же слоев населения. Ну да. Не, в чем идея коммуны, я все-таки плохо знаю. Это коммуна самоуправления. Ну так, то есть, ничего коммунистического там, ничего экономического, коммунистического там вообще нет. Ну, там были всякого рода идеи о том, что как бы все должно принадлежать это самое вместе. Но я объясню, в Париже в то время практически не было крупного фабричного производства. Ну, так что коммуна? Поэтому там не то, что они могли там что-то такое взять, там большие заводы конфисковать. Их просто не существовало в Париже. Ну, нет, понятно. Но откуда это слово коммуна, откуда мысль, что это первый прообраз чего-то коммунистического? А коммуна, это коммуна, это комьюнити, это, грубо говоря, что это органы самоуправления в городах. Ну самоуправление в городах было и до этого. Да, правильно, они возрождали как бы старое. Ну так там никаких коммун не было, просто было самоуправление в городах. Но было самоуправление, это было довольно радикальное. И, в общем-то, она возникла исключительно потому, что там просто условия такие возникли. Точно так же, как была коммуна в свое время, и на это самоуправление еще было во время 14 веке, когда они тоже захватили власть в Париже, коммуна. Катя, это связано с Джекерией было. Я плохо понял. То есть никак с судьбой буржуазии это не было связано, не влияло на судьбу буржуазии? Абсолютно нет. Я понял. Просто слово коммуна. Да, они там были антирелигиозные. То есть они в противовес государственной власти хотели автономию города. Ну вот тут, кстати, сказано, кто там жил. Значит, в то время в Париже жило 2 миллиона. Значит, у них как бы рабочих было полмиллиона. И еще плюс это самое, то есть всякого рода 3-4 тысяч других разного рода заведениях. Но только 40 тысяч было на фабриках. Ну в общем, что там в основном это самые, они были крайние радикалы. В каком плане? Они, что они хотели? Значит, ну грубо говоря, захватить. Все они захватить власть. Значит, сейчас, значит, отделение церкви государства. Подождите. Захватить власть государства они хотели, да? Да, естественно. Значит, что они заявляли? Значит, отделение... Автономия города – это государственный переворот. Да. Ну-ну. Да. Значит, что? Отделение церкви государства. Ну, хорошо. Отмена вот ленты за время осады. Ну, хорошо. Время осады оставим. Более долговременные цены. Отмена детского труда и ночной работы. Ну, хорошо. Борьба за права рабочего класса. Ну-ну. Да. Пенсии не для... Ну, там это... Тех, кто национальных гвардейцев. То есть, детям национальных гвардейцев, которые были убиты. Хорошо. Значит, дальше, значит, отложение, то есть, всякого рода долгов. И отмена процента. Наконец-то. Отмена процента за заемы, христианская идея, еврейская идея. Дальше. А право работников взять и управлять предприятием, если и владелец, он не находится на месте. О! Ну, так и конфискация предприятий там имела место. Нет. Дело в том, что не конфискация тех, кто бежал, грубо говоря. Да, очень много бежали, потому что немцы там еще плюс ко всему рядом. Хорошо. То есть, они все-таки за отмену частной собственности. Нет, нет. Они не сказали, что предприятие, оно сохраняется за владельцем, но пока его нет, мы управляем, а потом мы ему вернем. А потом видно будет, потому что, тем не менее, сказали, что ему предыдущую компенсацию выплатить, если в случае чего. То есть, это не конфискация. Подождите, компенсацию. Все-таки отнять у владельца его предприятие. Пусть с компенсацией. Если владельца самого нет. Да. Ну, если бы не было социалистической идеи, сказали бы, ну, хорошо, нет владельца, нам нужно жить, мы продолжаем работать, предприятие будет работать. Вот вернется владелец, мы ему его обратно вернем. Значит, все-таки идея социализма была в хозяйстве. Да. Значит, рабочее управление предприятием. Да. Дальше, значит. То есть, отмена всех штрафов, которые загадываются работниками, предпринимателями своих работников. Ну, понятно. Штрафы надо премиями заменить, как в Советском Союзе. Просто заменяешь название и все, да. Значит, дальше конфискация церковной собственности и отмена… в школах тоже отмена религии. О, атеистические все-таки. Да, 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 они очень атеистические были. Ну, это опять-таки в силу чисто особенностей этого. То есть, я читал там, в чем частично еще было связано, почему в том или ином месте было довольно сильное, допустим, религиозная вера, а в других местах нет. Это было связано с тем, что когда было в 16-17 веке проходила контрреформация, в каких-то местах было довольно эффективное высшее духовенство, в каких-то местах это были слабые. Париж, в силу того, что это, так сказать, что в основном духовенство было связано со двором, и которым нужно было играть всякие дворцовые игры, ну, тот же самый Решильеле, Мазарини, и он был для того, чтобы там, так сказать, проповедовать среди масс, а для того, чтобы, так сказать, заниматься дворцовыми интригами в большей части. Поэтому Париж, он остался полуязыческим, и, в общем-то, потом это сыграло роль. И про литерат, я не знаю, хотя, вы говорите, было около 40 тысяч рабочих, да, может, с семьями это было больше? Ну, это было, что значит, все население… Я считаю, рабочие с семьями или это сами работники? Это нет, это сами работники 40 тысяч. Ну, не забывайте, для двухмиллионов города это не является решающим. Нет, если семьи, вы умножите даже не на четыре, а чуть больше, я думаю, в семье было несколько больше двух детей, то это приличный сейчас население города. И очень может оказаться, что среди коммунаров там… Дело в том, что рабочие – это особое, действительно, сообщество, да, они вышли, они оторвались от христианской общины и перешли в совершенно новую организацию жизни. Да. Они вполне могли быть двигателем этого процесса. Видите, мы как дилетанты, мы плохо учили это самое. Это кто-то, кто историю коммунизма, научный коммунизм учил более хорошо, чем мой. Лучше знает. Вот. Вот, кстати, вот тут просто рассказывается, какое там соотношение было, когда были выборы в феврале 1971 года. Во Франции. В 645 депутатов всего. От Франции или в Париже? Нет, от Франции всего. Значит, 400 – конституционные монархии. То есть либо по легитимной династии, то есть это бурбоны, либо орлеонисты. Республиканцев 200. Так, подождите, те, которые монархи, вы думаете, они были выдвинуты или у них были зарезервированные места? Нет, нет, это выборные все. Потому что Франция была сельская, католическая, консервативная. 200 республиканцев. 80 – это были бывшие орлеонисты. И, в общем, достаточно консервативные. Вот. И примерно 80 – столько же такие более радикальные республиканцы, которые республика без монархии. И были крайне левые. Значит, вот этот Блан, Гамбета, Фримансо. Значит, она как раз в Париже. Вот это вот, где 37 от 42 места они взяли. Значит, получается Париж – это была меньшая часть страны. Но там, действительно, он составлял немаленькую массу и поменял как-то на атмосферу в городе. Ну да. То есть этот самый… Грубо говоря, были вот… Не зря марксизм. Я думаю, они из Парижской коммуны сделали урок, что пролетариат – это основная движущая сила революции. Да. Ну хорошо. Ну ладно. До современности, может, когда-нибудь доберемся. Может, до современности дойдем, потому что еще немножко рассказать. Хотя начал именно с современности. Мои, Александр, мои все. Уже все эти самые. Мои резервы энергии. Это только завершающая минута, чтобы не обрывать на полусловия. Ваша или моя? Ваша. Ваша. Разве я оставлю? Надо вам дать ответ. Понятно. Все-таки при всем при том… Вот видите, с чего начиналась наша тема? Все-таки основное нужно начинать с образования. То есть, если вы заметили, кто являлся. То есть, где кто получил образование, играет огромную роль в последующем развитии. Да, да. Ну, так как вы начали все наши встречи с этой темой и продолжайте ее красной линией. Я с вами полностью солидую. Вот. То есть, это… Поскольку всегда нужно смотреть, кто где учился. Да, да. И как развивались эти заведения, связанные с образованием, и кто на них оказывал влияние. И тут мы резко переходим к современности, что современные университеты, они являются проводником определенного мировоззрения. В общем-то, да. Хотя, если совсем честно, вот это вот можно сказать, то… Начиналось… Вот я беседую, что там в Америке, откуда это, что… Все начинается с… Еще раньше. Это начинается со школы. И даже не старший класс, как или младший. То есть, вот это вот вводится именно тогда. А, изменение школьных учителей и то, что мы сказали, что… Поскольку стали учиться долго, то уровень школьных учителей понизился, и авторитет общества перед учеником резко пошел вниз. Да. Потому что для него представляет учитель. Да. И нигилизм в людях, он… Да. Ну, может, не нигилизм, но, по крайней мере, такой элемент неустойчивости и желания изменить, он начинает преобладать. То есть, увеличилось качество учителей из-за низкой зарплаты учителям, но это не первая причина, это следствие удлиненного образования. Это следствие. Если вы думаете, что вы сейчас дадите деньги больше учителям, все изменится… Нет, нет, я еще раз говорю, это следствие удлиненного образования. Парадокс вот в чем. Что общество стало богаче, оно может себе позволить молодым людям дольше учиться, но хороших учителей на это нет. Их начинают плохие учителя, и все становится совсем плохо. Значит, надо перейти к семилетке, даже не к восьмилетке. Вот первое, я понял, почему в Советском Союзе мы два раза учили физику. Я вам рассказывал? Нет. В шестом и седьмом. И я понял, почему. Это была программа семилетки. Нужно было как-то эту физику рассказать. Все-таки люди шли рабочими, продвинутыми и так далее. Что-то из физики, чтобы они знали. А потом уже в восьмом и девятом механику и теплоту рассказывали более продвинутыми. Значит, надо вернуться к семилетке. Семь лет образуют людей, а остальное давать только лучшим, а остальные могут уже в интернет-образовании и так далее получать то, что хотят. Ну да. И перейти к тому, что не требовать диплома. Илон Маск, да, последний заявил? Илон Маск, по-моему, или друг в детстве? Да, он говорил. Заявил, что у меня диплом не интересует. Я и так могу узнать, чего человек стоит. Ну да. Я могу сказать, когда я преподавал... Стандарт интеллектуальных систем можно посмотреть на человека в фейсбук и узнать, подходит он для должности или нет. Извините, я вас на полфразе переверну. Понятно. Нет, все правильно. Сейчас не спрашивают, не просят показать эту самую корочку. Да, да. Умеет уже так хорошо протестировать, что... С другой стороны, если человек учится, допустим, в какой-нибудь Академии Хана или курс Эра, да? Да. Они могут давать возможность эти сведения смотреть на потенциальным работодателям. И они уже знают, кого они берут. То есть по тому, как человек проходил этот процесс учебы, наверное, довольно здорово можно прогнозировать, каким он будет работать. Там же вся динамика, как он учился. Может, кто-то учился медленно, но глубоко, да? Это все можно оценить. Даже можно оценить, на какую должность его лучше направить. Вот. Ну, все. Все. Мы завершили красные линии Александра. На поляшках хорошо. Все, хорошей вам Ханаке. Все, все. Вам тоже, значит. Хак Самея. Кстати, про Ханаку, между прочим, мы можем послезавтра поговорить. Ну, хорошо. Потому что, на самом деле, тема очень интересная. Я специально читал именно этот период. Ну, в общем-то, что именно тогда происходило. Ну, в общем-то, то, что выводится, это, так сказать, это, ну, не карикатура, но это, так сказать, очень-очень это самое, маленький кусочек того, что татаря. Ну, разные варианты ходят. Хорошо. Можем еще пообщаться. Но надо проявлять осторожность с этим тоже. Я вам хочу. Потому что критика вот таких традиционных взглядов, она обоюдоострый меч. Надо с ним очень деликатно обращаться. Ну, я согласен. Я, по-моему, сегодня про это говорил. Да. Со всеми примерами, что… Ну, хорошо. Ладно. Будем ждать следующую встречу. Счастливо. 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 Счастливо.